Так, Евгений Зеренкин, ваше мнение о взаимоотношении с Прибалтикой, о взаимоотношении России с Прибалтикой. Там много наших соотечественников. Ну, пока это взаимоотношение с соотечественниками превращалось в организацию точек нестабильности, провокаций. Я побывал в свое время в Латвии, в Латгальском районе, где наши соотечественники ждали танков Путина. Просто вот сейчас или скоро они должны появиться. Готовились дружины поддержки, создавались сети, резидентные сети довольно активно. Ну, вот роль резидентуры российских соотечественников, ну, не только в Латвии, в Эстонии и в Литве, до этого в Украине. Это такая очень незавидная роль сейчас, когда эти самые резидентуры, сети резидентные разваливаются. Я думаю, они ослабляются и разваливаются, в том числе и в Прибалтике, в странах Балтии, как все-таки правильнее говорить. Перспектив никаких. Провокации возможны. Сдерживающих факторов в Кремле очень мало. Долгосрочного планирования нет. Это особенность спецслужб такого уровня, вот КГБ. Краткосрочной операции. Я в свое время говорил об этом с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, задавал им этот вопрос, как он взаимодействовал со спецслужбами, с их проектами. Он сказал, что там мало, очень мало эффективности, разумности. В России обычно доминировали какие-то личные интересы или интересы в конкурентной борьбе между разными спецслужбами. Интересы, связанные с возможностью получения дополнительных бюджетов, получения большей власти, большего влияния. Ну вот нам в России очень не повезло. Спецслужбы, которые когда-то сдерживались все-таки, ну, политиками, разумными политиками, думающими о будущем, значит, эти спецслужбы пришли к власти, и вся внешняя политика России превратилась в такой набор спецопераций, провокаций. Спецопераций, недалеко просчитанных спецопераций. Сегодня очень много этих точек нестабильности, которыми уже и управлять сложно. Их же финансировать надо. И резидентные сети там и в Соединенных Штатах, и в каждой из стран Европы. Недаром сегодня спецслужбы российские количественно и по расходам существенно превышают то, что было в Советском Союзе. Ну, с другой стороны, эффективность их очень низкая, провокации, краткосрочные провокации, и, в общем, слабая поддержка этих агентурных сетей приводит к тому, что они разваливаются, рассыпаются. Количество случаев, вот таких, как со Скрипалем, когда разведчики, резиденты сдают свои агентурные сети, сдают резидентуру, становятся все большее, тоже волнует Кремль. Именно с этим связаны и покушения, убийства Литвиненко и покушения. На Скрипаля еще несколько десятков покушений, которые не получили огласки широкой. Так что, если вернуться к вопросу о том, где много наших соотечественников, там много и резидентных агентурных сетей, которые пытаются сохранить свое влияние, пытаются влиять на ситуацию в государствах, где они расположены. Но эффективность снижается, снижается эффективность государства российского, эффективность экономики из-за отсутствия фактически экономики, отсутствия бизнеса. Госкорпорация – это не бизнес. Это государственное управление, самая неэффективная форма управления экономикой, бизнесом, растущая коррупция. Я думаю, что повышение цен на нефть, оно компенсируется повышением коррупционных проектов. Никак не сказывается на благополучии пенсионеров. Меня тот спросил, как я себя чувствую как пенсионер. Но вот та же пенсия, которая была, в общем, неплохая пенсия, но как она была, так она осталась, не растет. Жить на пенсию, даже такую, как у меня, в общем, довольно большую, там, 62 тысячи, уже трудно. Тратят там 20 тысяч на квартиру и 40 тысяч на лекарства. Вот. Так что это перспектив у российского государства становится все меньше и меньше со временем, к сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok